Сергей Козлов. Сказка про ёжика и медвежонка. Лесная оттепель. Ах, какая это была мягкая, тёплая оттепель! Кружились снежинки, и в лесу пахло весной. Ёжик сидел на крылечке своего домика, нюхал воздух и улыбался. Не может быть, думал он, что ещё вчера в лесу трещали деревья, и сердитый Дед Мороз скрипел под окнами своими большими валенками. А сегодня его совсем нет. Где же он? И ёжик стал прикидывать, куда мог спрятаться Дед Мороз. Если он влез на сосну, рассуждал ёжик, то где-то под сосной стоят его большие валенки. Ведь даже медвежонок не может влезть в валенках на сосну. Если же он залез под лёд, продолжал рассуждать ёжик, то где-то на реке обязательно должна быть дырка, из неё должен идти пар, потому что Дед Мороз сидит в валенках на дне и дышит. А если он совсем ушёл из леса, то я обязательно должен найти его следы. И ёжик надел лыжи и побежал между деревьями. Но ни под одним деревом не было валенок. На реке он не увидел ни одной дырки и нигде не нашёл никаких следов. «Дед Мороз! Дед Мороз!» – закричал ёжик. «Отзовись!» Но было тихо. Только снежинки кружились вокруг. И где-то далеко-далеко стучал дятел. Ёжик остановился, прикрыл глаза и представил себе красивого дятла с красными пёрышками и длинным носом. Дятел сидел на верхушке сосны и время от времени откидывал голову назад. Прищуривался и, будто рассердившись, стукал носом. Тук-тук! 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 Брызгала сосновая кора и мягко шурша осыпалась в снег. «Наверное, дятел знает, куда ушёл Дед Мороз!» – подумал ёжик. «Он сидит высоко, и ему всё видно!» И он побежал к дятлу. «Дятел! Дятел!» – ещё издали закричал ёжик. «Ты не видел, Дед Мороза!» «Тук-тук! Тук-тук!» – продолжал дятел. «Он ушёл!» «А где же его следы?» Дятел свесил к ёжику нос, прищурившись, посмотрел на него и сказал. «А он ушёл без следов!» «Как же!» – удивился ёжик. «А очень просто!» Приплыло облако и опустилось низко-низко. Дед Мороз забросил сначала на него свои валенки, потом в лес сам и уплыл. «Куда?» – спросил ёжик. «На Кудыкину гору!» «Тук-тук! Тук-тук!» – сказал дятел. И ёжик, успокоенный, пошёл домой и по дороге представил себе заснеженную Кудыкину гору, по которой ходит, наверное, сейчас Дед Мороз и скрипит своими большими валенками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok